Сегодня я вам расскажу, что нужно выбросить из квартиры, чтобы не было нищеты. Это Ваши совет. Говорят, выкнижала у меня здесь годами то, что не впускала деньги в мой дом. Так, сейчас, одну секундочку, я завязана, где мой нож, ножницы. А пыляки сколько? А сколько тут пыляки? Да у меня это целое сокровище, это все по размеру еще. Вы не догадываетесь, что это? Морские ракушки. Это все по размеру, это все для того, чтобы сделать какой-то зимкот красивый. Он еще тяжелый, ой, не могу. Мне сейчас сказали, мне литя. Неужели мне здесь все нужно выбросить? Только посмотрите. А может кому-то надо? Кому-то надо, ребята. Чтобы не пускали деньги в дом, никому не надо. Вот, вы поняли? Значит, вот это не пускает деньги в дом. Цельки рафаны. Такие рафаны, какая красота. У меня сердце кровью обливается. Так, сегодня это выносим уже на мусор. Понесли на мусор что-то. А подожди, подожди, подожди. А по поводу, знаете, чего-то у меня еще один запас. Ой, вы только посмотрите, какой-то запас. Вот эти бусины, они тоже, они тоже препятствуют достатку в доме, да? Смотрите, сколько у меня бусин. Ребята, сколько у меня бусин. Для чего? Тоже мусор, да? Надо все. Не знаю. Что, сейчас это демонстративно покажем, как это мы все выкидываем в мусор. Нет, я не знаю, как его опыта вы обратите на мусор. Ну, тогда будете без денег сидеть. Не знаю, ну, вот это я замечаю. Это такой легкий случай. Вот так вот просто, чтобы выбрасывать эти рафаны на море, на берег моря. Тогда я еще поеду туда. Не болею, выбрасываю. Все вот это на вынос. Все легче. Это я оставляю. Это все выбрасываю. Это все, 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 рафы. Долой. Так. Мусора тоже, да нет. Это не замолчу. Мусор. Сейчас покойте. Мои бриллиантки. Мои бриллиантки сюда, сюда, сюда. Мусор тут. Они же вообще такой симпатичный. Прямо с мешком. Все, мусор. Ох, устала. Сколько здесь килограмм? У меня лишнего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 4 килограмма. 4 килограмма. Вот это вот сладко. 4 килограмма не пускало киндзи. Да. Я еще все... Я еще все... Я все-таки скапчики не проверила. А мне тоже кое-что лежит. Раз вы их. Ой-ой-ой. Старый. А в чем я буду ходить? Не знаю, в чем. Пойдешь и купишь, посмотри. Не забывайте, что там. Но её можно выкатить. Выбрасывайте. Пожалуйста, там уже вес тяжелый. Выкидывайте, чтобы мы его... Ракушки, и короббан. Аккуратно, аккуратно. Вы так как будто выкидываете и всё. Всё выкидываете. Всё. Так, пошла деньги. В общем, спасибо за совет. Для того, чтобы было в доме всё благополучно, не было нищеты и беды, нужно избавиться от старой обуви. Сегодня у меня прихожая заварена. Там нет, нет, у меня эта обувь нормальная. То есть он будет избавляться, у меня будет уборка. Но это не самое страшное. Обувь надо старой выбрасывать. Я так легко с ней расстанусь. Хотя у меня есть вещи, которые... Каблук высокий, ещё что-то. А я уже... Это не тяжело носить. Жалко же выбросить. Кому-то нужно, конечно, наверное, передарить или отдать. Но... Нельзя в доме хранить, оказывается. Морские камушки, те, что мы отдыхали на море и привезли. И ракушки, вот эти вот рапаны. Боже мой, я вам сейчас покажу. Так и у меня куча была. У меня их столько мало. А почему нельзя? Потому что я же... Нищета, да? Объяснили, да, что это к нищете. Чтобы не было в доме нищеты. Вот от этого всего нужно избавиться. Но труднее всего, конечно, мне будет избавиться от этих ракушек. Вы мне скажите только правду честно. Неужели это так серьёзно? Потому что... Ну, после этого ключика, который я носила на шее, я начала верить. Вот советы такие. И приметы. Вы написали, что действительно это помогает. Я вам поверю. Но прошло. Выкинешь ракушки и пойдёт ютуб-канал. Пойдут деньги. Пойдут... Я как-то об этом не подумала. Мне просто жалко с ними расставаться. Я сделаю следующее видео. Покажу тебе, какой у меня сейчас. Не можешь выгрузить. А что ещё надо выкинуть? Вот камушки я запомнила. И надо мне было всё это выписывать. Ракушки, да? Ракушки. Ракушки я не могу. А что из старья? Только обувь? Обувь. И старые вещи. Я так понимаю, что старые вещи тоже. Нужно от них избавляться. Но со свечами, с тряпками мне расстаться очень легко и просто. Потому что... То есть три вещи, да? Старые шморки. Вот эти камушки. Камушки. Морские камушки. Но у меня там нет камней морских. Но у меня очень много ракушек. И я вам покажу. Это значит, всё время, зачем я их собирала. Так это к нищете. Кошмар. Ну, да. Ну, мы поделки делали. Да я поделки делала. Я делала вазы. А когда ты делала поделки? Ну, давно уже. Когда? Ну, где-то лет десять. Да, точно. Когда ты делала? Это просто... Они просто нас в деньги не пускают. Ну, я не знаю, что там. В общем, так вот говорят. Потом по поводу красной ниточки. Вот это я, наверное, тоже нацеплю. Да. И мне очень понравился совет. Но советов очень много. Я вообще хочу по этим советам сделать хорошее видео. Потому что донести к этому, чтобы все знали. Напомни мне от давления, что нужно. Красные нити, да? Красная ниточка на левом запястье. Одна ниточка. Вот вы не скажете. Или несколько ниточек. Конце-то концов. Ну, многие из нас, конечно, применяют... 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 Принимают таблетки от давления и все остальное. Мы лечимся. Но, знаете, хочется надеяться, что может быть какая-то маленькая такая... Ниточка спасет, да? Ниточка... Ну, не спасет. Может, как-то действительно какой-то вот этот берег. Ну, да. Потом вот по поводу булавок мне понравилась. Мне такая есть антикварная, я считаю, булавка. Хотя она, по-моему, этих дней, но вот такая здоровенная-здоровенная. Я все это носила на кофте, просто как булавку, как украшение. А оказывается, что булавку нужно носить вниз головой. Почему? И носить вот с внутренней стороны. Не так вот сверху, вот я брошу на глазах. А с глаза. Кстати, вот я с глаз очень верю. Вот это я так верю. Это... Я вот в это я верю. Но я знаю, что это с глаза, это святая вода. Вот почему я храню... Вы мне даже задавали вопрос. Зачем вы храните святую воду? Зачем вас столько там... Ну, это... Да, вот храню. Всегда храню. Потому что действительно нужно умыться. Умыться святой водой. А если святая вода на ракушке? Что? Если святая вода на ракушке. Святой водой... Ну, я... Я не могу ответить на такой вопрос. Святая вода, это и святая вода. Но я знаю, что помогает. Так вот мне... Люди советуют, даже моя бабушка мне говорила, что святая должна вода быть. И потом вот, когда, допустим, покупаешь какую-то вещь из этих, знаете, таких вот на Блошином рынке. Допустим, у меня вот эта брошечка, брошечка, да? Это с Блошиного рынка. И у меня таких много вещиц. То нужно вот эти вещи, там, галечка, там, серьги. Ну, что у кого есть. У меня, допустим, бус много. Я вам тоже хочу показать это. Если мои операторы не будут так вот оттачаться, то я вам покажу. Красивые, довольные красивые упражнения. Но их нужно тоже вот пришел домой и нужно их омывать. Вот теперь я понимала, что нужно омывать их святой водой. А может быть, просто нужно смывать, мыть их просто проточной водой. Чтобы с этой проточной водой уходили все неприятности. Крестит и святой водой. Крестит? Крестит. Ну, то само скрещение, то само скрещение. Не просто крестит с новой вещью и святой водой. Крестит с новой вещью? Крестит. А. Крестит вещи, когда покупают, святой водой. Ну, я вижу, это немножко далека, мне стыдно. Привет, жене. Она смотрит тебя. Мы говорим о нищете, чтобы не было этой нищеты. И были всегда деньги. Вот я четко знаю, такой совет очень хороший. Никогда не нужно одалживать деньги. Особенно в понедельник вечером. Никому. Не одалживай деньги. Правильно я сказала. Да? Вот так вот. А если одалживать, то лучше подарить. Вот такой маленький совет. Это хороший совет, чтобы были денежки. Никогда не нужно дарить пустые кошельки. Обязательно должна быть монетка. Никогда нельзя отдавать пустую тару, пустую вазу. А значит, на столе не должна стоять пустая бутылка? На столе не должна стоять тоже пустая бутылка. На столе не должны лежать ключи. От квартир, в общем, взвязка ключей. На столе не должны лежать сумки пустые. Ну я просто так не неприлично, чтобы это все лежало на столе. Вот. Нельзя через порог давать. То есть это уже, потому что… Потому что мы люди еще какие-то знали, какие-то рабочие темы? Я еще не все темы проработала. Так у людей давай спросим. Только комментарий напиши, кто что знает. Я буду очень благодарна, потому что мне, допустим, очень интересно. Так что если вы что-то знаете… Только рабочая такая, да. 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 Ну вот с ключами это точно рабочая тема. И точно это помогло, потому что я это на себе. Потом там вот от ЭКО и всего остального это мы в следующем видео поговорим с вами. Тоже это вот сто процентов помогает, когда сводит судороги там руки, ноги тоже сто процентов помогает. Вот. Ну что? Главное мы говорим сегодня о чем и деньгах. Потому что мы были богатенькие. Так хорошо, значит. Со старыми вещами мы расстанемся. Вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Здоровье – это самое большое богатство. О, что нужно беречься. Да? РО-ГЕ.